Но мы продолжаем нашу конференцию. Итак, как привлекать и растить людей? На собственном опыте прямо сейчас здесь покажет основатель молодой партнерской компании, которая уже стала лидером продаж. Одним из лидеров продаж. Его история о том, как за два года добиться успеха, стартуя не из Москвы, а из Ростова-на-Дону, с весьма скромным стартовым капиталом. На тот момент в кармане было всего 20 тысяч рублей. Прямо перед партнерской конференцией, вот этой, которая идет сейчас, его компания финишировала уже на четвертом месте среди партнеров облачного Битрикс24. Впечатляющий результат. Итак, сильный к сильному, как привлекать и растить людей, расскажет Дмитрий Акулов, директор Инвагрупп. Дмитрий, прошу на эту сцену ваши аплодисменты. Всем привет! Буквально вот пять минут назад в коридоре ко мне подошел один из партнеров. Сказал, что он присутствовал на моем прошлом выступлении, на прошлой конференции, что она его сильно зажгла, сильно замотивировала, и он услышал много для себя полезного. И на самом деле это очень круто, это вдохновляет, и это то, ради чего хочется здесь стоять и делиться своим опытом. Друг, если ты в зале, спасибо большое, это была действительно поддержка вовремя, потому что вот на такой сцене я стою еще первый раз. Спасибо. Собственно, сильный к сильному. Тема про что? Это про то, каким должен быть руководитель, и какие он должен строить отношения со своей командой, чтобы привлекать действительно сильных людей. Собственно, обо мне уже все сказали, но еще раз, вот это мы с моим партнером Михаилом на голоужине, посвященном результатам 2018 года, где мы получили три номинации. Это первое место по Южному федеральному округу по продажам облачного Битрикс. На тот момент по году мы заняли шестое место по России и СНГ, сейчас вот, собственно, уже четвертое место мы вышли по месяцу. Взяли номинацию за успешно закрытые заявки Битрикс24, там мы по конверсии, по обратной связи. Вот, собственно, и я считаю, что одним из фундаментальных ключевых факторов результата такого является то, что мы действительно смогли, у нас получилось привлечь себя в команду сильных людей, их удержать, воспитать, замотивировать и развить. Сейчас у нас уже 22 человека, вот мы действительно начинали с 20 тысяч рублей, с двух мест в каворкинге, которые мы арендовали, и буквально несколько дней назад мы переехали в большой классный офис, почти 300 квадратов современный. Такие результаты. И, собственно, мое выступление будет состоять из трех блоков, из трех ключей, в каждом из которых я буду давать определенные тезисы. Ключ номер один. Начни с себя. Я всегда говорю, что руководитель, он как мостик на пути в компанию. И ширина этого мостика, ширина этой проезжей части определяют силу этих людей, которые к вам придут. Что такое сильный человек? Давайте это понятие как бы введу. Я подразумеваю такое комплексное понятие, которое включает в себя и энергию человека, его результативность, его ценностные ориентации, его продуктивность. Собственно, ну вот все факторы, которые формируют эту самую команду мечты. И, собственно, по этому самому принципу первые 10 человек команду я набирал лично сам. Потому что ничто не заменит вот той энергии в основателях, которые начинают бизнес, которые, собственно, и привлекают людей. Я категорически против, когда на ранней стадии делегируют эти задачи молодым HR-ом или менеджером. Потом уже, когда не только руководитель несет в себе, не только основатель несет в себе эти ценности, энергию, а сама компания становится уже источником, тогда эту задачу можно делегировать, как, собственно, сейчас я уже не занимаюсь подбором персонала, а подбором персонала занимаются уже руководители отделов. Собственно, вот уровень руководителей определяет уровень привлекаемых людей. То есть, если вы хотите видеть вокруг себя вот сильных людей, в первую очередь работайте над собой. Развивайте себя профессионально, личностно, физически, как угодно. То есть, всегда люди выше вас не зайдут, люди будут, возможно, знать что-то лучше в тех или иных профессиональных сферах. Но вот то понятие комплексное, сильный человек, только через то, что развивает эту собственную силу внутри себя. Второе. Я считаю, что одной из основных функций руководителя является постановка целей компании, команде и простраивание стратегии, каким образом вы планируете добиться этих целей. И раз уж эти цели нужно ставить, действительно ставьте амбициозные, сильные, масштабные цели. И тогда вы будете привлекать себе команду амбициозных, масштабных людей. Когда я еще занимался набором персонала, вот большую часть времени, когда говорил я, я говорил не о системе мотивации, я не говорил о распорядке дня, а я говорил о том, какие цели мы ставим как компания, каким образом мы собираемся достигать этих целей, куда мы идем, зачем мы вообще. И я внимательно смотрел в глаза людей. Если я видел, что в их глазах разгорается огонь, если я видел, как в них откликается то, что я говорил, я понимал, что это действительно наши люди. Третье. Я убежден, что на ранней стадии развития организации руководитель не может являться еще надстройкой. И так как компания еще не набрала определенную, как бы необходимый уровень прочности, руководитель должен найти то свое место в компании именно в плане выполнения каких-то определенных задач, где его потенциал, конкретно его личный профессиональный потенциал будет раскрыт максимально на 100%. И делать это лучшим образом, являясь образцом подражания для своей команды. Если у вас классно получается набирать персонал, делайте это лучше всех. Если у вас получается продавать, делайте это лучше всех. И своим поведением, своим подходом вы покажете, каких вы людей хотите видеть, и люди такие будут. Это как в воспитании детей. Вот родители меня поймут. Что бы вы ни говорили своим детям, но они в любом случае будут воспитываться и будут копировать то, что вы делаете. Они будут копировать паттерны вашего поведения и никак иначе. Ключ номер два. Собственно, как найти тот самый баланс между выстраиванием человеческих отношений внутри компании и вот этими правилами, регламентами и бизнес-процессами. Мы очень много времени уделяем отношениям, но правила, вот эта формализация, она у нас тоже есть и очень достаточно сильно развита. Я поделюсь, каким образом это происходит. В первую очередь мы начали с отношений. Мы формируем комьюнити-команду. Я так это назвал. То есть сейчас слово комьюнити, оно модное, популярное, оно как объединение, сообщество. Оно в основном относится как сообщество клиентов или сообщество партнеров. Вот мы формируем комьюнити-команду. У нас команда и есть сообщество, которое объединено не только профессиональными задачами. Люди объединены общими интересами, люди объединены общим досугом, ценностями, целями. Мы очень много времени уделяем совместному отдыху людей. Мы выезжаем вместе на природу, занимаемся спортом. У нас есть совместный WhatsApp-чат. То есть помимо чата в Битриксе, где решаются вопросы рабочего характера, есть в WhatsApp-чат, где люди просто делятся хорошим настроением, делятся новостями, поддерживают друг друга в тех или иных вопросах. Это здорово. У нас люди, команда действительно дружит с семьями. И лучшим показателем того, что у нас действительно получилось сформировать такую команду, это вот недавний переезд в офис. Я сказал, что мы переехали. Чтобы не прервать производственный процесс, мы решили переезд перенести на воскресенье. Написали всем в WhatsApp-чате, ребята, кто может, приезжайте, поддержите, помогите. И абсолютно только те ребята, кто были на обучении или за городом не приехали, остальные все 100% были. И мы как единым организмом все взяли, быстро переехали, за несколько часов разложились. Двое ребят взяли на себя задачу проведения сети в новом офисе. И они приехали туда в 12 часов дня воскресенья и уехали только в 12 часов дня в понедельник. То есть они не спали вообще. Они 24 часа нон-стопом тянули эту сеть и собирали мебель. Разве могут люди, которые работают только за зарплату, если это единственная причина, почему они работают, вот таким образом проявлять себя? Конечно же нет. Так, собственно, что касается правил, регламентов и бизнес-процессов. Я у нас в компанию занимаюсь изменениями. Я больше про стратегию, про изменения, про вот эти все вещи. Мне очень часто приходится разрабатывать новые правила, регламенты, новые какие-то бизнес-процессы. И, соответственно, приходится их внедрять. Так, чтобы это сопротивление при внедрении было минимальным или его не было совсем в команде, я придерживаюсь следующих принципов. Первый принцип я вовлекаю. Вот приведу пример. Буквально сейчас я работаю над большим блоком изменений в компании, который будет направлен на улучшение качества предоставляемых услуг, чтобы у нас более качественное внедрение, лучше там заходило, вот эти все вещи. И оно коснется как отдела продаж, так и отдела внедрения. Я позвал к себе в кабинет руководителя отдела внедрения и рассказал ему, каким образом будут выглядеть эти изменения, которые коснутся его отдела, как теперь они будут работать. И я столкнулся с сопротивлением, я столкнулся с непониманием, то есть человек не принял эти изменения. И я мог бы поступить так, как поступают большинство руководителей. Я мог бы воспользоваться служебным положением, мог бы воспользоваться полномочиями, сказать, ну как бы я руководитель, я придумал, ну делай. И без проблем бы все, человек пошел бы, вопросов бы не задавал. Но я начал вовлекать. Наш разговор продлился 3,5 часа, где я пошагово разжевывал, почему эти изменения важны, как они улучшат работу нашей компании, как они улучшат работу конкретно людей в его отделе и его самого. И через 3,5 часа человек вышел с горящими глазами, с энтузиазмом, с воодушевлением и с предвкушением этих изменений. И вот как думаете, в первом, во втором случае, когда внедрение пройдет более гладким? Потому что идея у вас может быть гениальная, вообще просто потрясающая. Но вторая задача, чтобы она заработала в команде. Вот, собственно, это первый ключ важный для того, чтобы она действительно заработала и сопротивление было минимальным. Второе, привлекайте людей к разработке самих этих правил и регламентов. Потому что, так же, на примере приведу, собственно, в рамках этих же изменений я собрал отдел продаж, разговор продлился порядка 40 минут. Я в общих чертах обрисовал, куда мы идем, зачем нам нужны эти изменения без деталей. И люди активно участвовали, предлагали различные классные идеи, вовлеклись в процесс и действительно прозвучало очень много, очень много интересных мыслей, которые я учту и применю в конечной концепции вот этих изменений. И, во-первых, это важно, потому что правила ваши будут на самом деле действительно работающие и нужные, если вы берете информацию у людей, которые в полях находятся, которые непосредственно находятся на передовой и общаются с клиентами. Во-вторых, когда люди вложили туда свою энергию и время, они уже считают эти правила, эти изменения частью себя. И сопротивление людей будет минимальным или его не будет совсем. Третье. При разработке правил и регламентов сделайте так, чтобы они были максимально просты для исполнения, для тех людей, которых они, собственно, коснутся. Вот есть такой в маркетинге инструмент Customer Journey, путь клиента он называется. Там суть его сводится к тому, что вам нужно посмотреть глазами клиента на процесс, когда он там оставляет заявку, общается с менеджерами, с вашими. Ну, собственно, идея сводится к тому, что этот путь должен быть максимально простым до того момента, как клиент либо вам заплатит, либо получит эту услугу. Не нужно ставить излишних преград и заборов между клиентом и вами. Так вот я предлагаю вам посмотреть при разработке вот этих правил и регламентов глазами ваших сотрудников, как они будут это реализовывать. Потребуется ли им дополнительное время, дополнительное отвлечение. Нужно ли им будет для реализации того, что вы задумали, отвлекаться на что-либо. Потому что одну и ту же задачу можно реализовать разными путями. Вот мы достаточно много времени тратим на то, чтобы найти действительно оптимальный путь. Ключ номер три. Так, собственно, что мы должны отдавать как руководители, чтобы сотрудники тоже начали отдавать в нашу сторону? Развитие. Мы постоянно говорим и на собеседованиях, когда привлекаем новых людей. И в процессе работы, что одна из наших основных задач, как компании, это развить человека, раскрыть максимально его потенциал. Это не просто слова, потому что мы его декларируем и мы соблюдаем. Мы, во-первых, не ставим лишних потолков, лишних преград в развитии человека. То есть неважно, с какой роли зашел человек к нам в компанию. Может быть, менеджер по продажам или специалист отдела внедрения. Он может стать по прошествии времени, проявив себя соответствующим образом, может стать любым. Он может стать руководителем отдела продаж. Он в перспективе может даже стать нашим партнером. Мы об этом честно как бы говорим. Вот, например, у нас несколько месяцев назад пришла девочка Кристина администратором офиса, чтобы заниматься канцелярской работой, хозяйственными вопросами. Но она себя проявила и сейчас занимается маркетингом, классно ведет группу в Инстаграме, занимается Ютуб-каналом. Ну, как бы здорово, мы только рады. Потому что я против такой позиции руководителей, которые боятся сделать хорошего менеджера по продажам, руководителем отдела продаж. Ну, мотивируя это тем, что они просядут в продажах. Потому что если вы ставите вот эти потолки, если вы не даете человеку возможности развиваться, он будет искать эти возможности на стороне. Второе, что касается развития. Мы всегда говорим людям, если вы видите какие-то курсы учебные, материалы, где вы сможете повысить свой профессиональный уровень, и чтобы вы с лучшей результативностью были более полезной компанией, подходите, говорите. И мы, скорее всего, если это курсы платные, мы, скорее всего, эти курсы оплатим вам. И действительно, мы оплачиваем много различного дополнительного обучения. Мы оплачиваем обучение разработчикам, мы оплачиваем различные курсы маркетологам, продукт-менеджерам, мы оплачиваем отраслевые определенные продукты. Мы даже один раз в неделю нанимаем тренера по легкой атлетике, и примерно треть команды у нас поднимается каждый четверг, и мы едем в Манеж, крытый, и занимаемся вот, собственно, легкой атлетикой. Это офигенно классно. Второе. Отдавайте персональное внимание вашим сотрудникам и рисуйте четкую ясную картинку у них в голове, где сейчас находится компания, куда она идет, и где сейчас находится человек конкретно, и какие у него возможности и перспективы. Мы регулярно, постоянно делимся с нашей командой туда, куда мы идем. Как раз в год после стратегической сессии мы собираем большое собрание и, собственно, заявляем наши цели, декларируем, рассказываем о нашей стратегии, каким образом мы планируем к этой цели прийти. Ежемесячно у нас проходят собрания, где мы отчитываемся, можно сказать, перед нашей командой, что прошло за этот месяц, как мы его провели, какой будет следующий месяц, за счет чего мы будем расти дальше. Также есть крутой кейс, крутой инструмент, который называется «Персональное развитие каждого сотрудника». Я с вами им делюсь. Он выглядит таким образом, что когда у нас команда была еще 7-8 человек, мне удалось с каждым его провести. И это примерно 2-2,5 часа, где я сажусь один на один с человеком и задаю ему вопрос. Первый. Как он видит себя в компании? Сначала мы с ним вместе актуализируем вообще еще раз стратегию развития компании на этот год, чтобы он понимал, какие у него перспективы, как будет выглядеть компания. Я задаю ему вопрос, как ты себя видишь, куда ты хочешь прийти. И если я согласен с тем, как он видит себя в компании, и я его поддерживаю, если мое видение несколько отличается, исходя из компании, ее структуры или его личных, как бы, ну, моего личного видения относительно его перспектив, то я человека корректирую, чтобы у человека не было излишних ожиданий неправильных, чтобы мы шли все-таки с ним в одну сторону. Второе. Мы вместе ставим с человеком цели. Он прям берет бумагу и записывает конкретно измеримые цели, что он хочет добиться в конце года, ну, в профессиональном плане. Мы эти цели фотографируем на телефон и в конце года смотрим, получилось или нет. То есть мы, как руководители, теперь понимаем, в чем нам нужно поддерживать своих людей, чтобы у них получилось. И вот в 2018 году в начале мы, собственно, проводили такие персональные стратегии. В конце 2019 года сели, посмотрели, получилось или нет. И вот вы не поверите, практически 100% целей, которые мы писали и зафиксировали с ребятами, они действительно получились. Это просто отличный инструмент. У меня, к сожалению, время кончается. Деньги тоже важны. Это фундаментальный фактор. Мы стараемся людям платить выше рынка. К сожалению, не успеваю дорассказать. Очень крутой кейс. Можем в куларах пообщаться. Касаемые системы мотивации, которую мы у себя применяем. Спасибо. Я уважился. Спасибо, Дмитрий. Но подождите. Мы так просто вас не отпустим. Поступают вопросы через наше мобильное приложение. А сразу к ним мы перейдем. Какой показатель текучести персонала в вашей компании? Ноль процентов текучести. У нас за вот эти чуть больше полутора лет, когда мы работаем, были люди, которых мы увольняли. Но такого, чтобы люди сами уходили, у нас не было. Ну вот, то есть, такой факт. Окей, хорошо. Аплодисменты. И еще один вопрос. Используете ли тестирование при подборе персонала? Если да, то какой? Есть ли профиль должности и профиль компетенции продавца в компании? Профиль должности, естественно, перед тем, как писать вакансию, мы не так формально, скажем так, подходим к этому процессу. И выбираем мы больше не по профессиональным каким-то вещам, а больше по ценностной ориентации человека. Насколько у него вообще резонирует, то куда мы идем, на основе каких принципов мы вообще существуем, зачем мы как компания, что для нас важно. И вот это мы пытаемся вычленить в человеке. Поэтому все-таки собеседование у нас больше проходит в формате разговора по душам человеческого, где мы, если человек интересный, мы вытаскиваем его на более длительную беседу, где стараемся прощупать его не только с точки зрения продуктивности, да, и вот пользы там для компании, а вообще как человека. Вот поэтому, наверное, в формализации, вот в подборе, в нашем случае, ее минимум. Понятно. Но вот эта вот методика фиксации целей на год, в принципе, тоже можно так считать. Итак, ваши аплодисменты. Дмитрий Акулов, директор Инвагроб. Спасибо.